Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас наступил сезон, когда самое большое количество всевозможных разнообразных вопросов приходит от зрителей. Кто-то спрашивает о рассаде, кто-то спрашивает уже о высадке в открытый грунт. Но вот сегодня вопрос, который самый актуальный, я сегодня вычитала. Вот Елена Живаго спрашивает, потом к ней присоединилась Олеся Гребенкина, «Как высаживать переросшую рассаду». Я сейчас начну рассказывать, но вы должны понимать, что рассада переросшая бывает разная. Я специально для образца несколько принесла, вам подобрала. Есть ведь чуть вытянутая, вот такая. Есть очень вытянутая. Есть вытянутая безнадежно, но которую можно еще посадить лежа или как-то. Сейчас обо всем буду рассказывать. А есть вытянутая такая вот, которую уже нельзя в таком виде не высадить, не вырастить. И с ней нужно поступать радикально, то есть резать. Начнем с вытянутой немного. Обычно, если у вас холодный регион, вот как у меня сибирский, если рассада выращивается в домашних условиях, почти у всех у нас рассада хоть чуть, но вытянутая. Мы видим, что между узле, вот размер между листиками немножко удлиненный. И вот этот сорт у меня штамбовый, он тоже остался от высадки в теплицу, от ранних посевов. Он должен был быть вот такой, а он чуть-чуть подвытянулся. Но в нашем регионе и вот при наших условиях выращивания рассады это даже не считается недостатком. Конечно, мы его просто немного вот так с углублением высадим сейчас на постоянное место. И он потом окрепнет и дальше начнет расти. Никаких последствий от этого не будет. Чуть сложнее, но не забывайте, что это я держу вот сейчас детерминатный сорт штамбовый. Чуть сложнее с рассадой такого же, например, возраста, но сорта, которые индетерминатные и высокоруслые. Вот этот намного позже посеян, чем тот, но он уже видно, что он вытягивается. Они высокоруслые томаты, они с самого-самого рождения сразу пытаются нарастить вот этот рост. И получается вот такая рассада. Вот она подвытянувшаяся, все. Конечно, я ее сейчас поставлю на растолщение, она будет качественнее, Но если бы мне сейчас, вот прям сейчас высаживать, я могла бы тоже прибегнуть к этому же способу. То есть я бы удалила два нижних листа и вот так ее заглубила бы. И тогда бы получилась идеальная хорошая рассада. И тут корни бы лишние нарастились, корневая система усилилась бы. И он бы стоял стоя, не качался. И если некоторые говорят, что удалив два листа и заставляя растение наращивать вот здесь дополнительные корни, мы как бы тормозим и отодвигаем созревание плодов, но это каждый выбирает сам. Или вот такую буду лыжину оставить, чтобы она вот так качалась на ветру, или заглубить и дней на 5-6 пусть она притормозит. Я предпочитаю заглубить, пусть она притормозит. Тем более это сорт Добарао, он позднеспелый, и ранних плодов я от него не жду. Мне все равно, вот эта неделя, она мне не играет никакой роли. Идем дальше. Есть рассада. Вот я вам сказала, есть безнадежно вытянувшаяся рассада. Такой у меня нет, я не нашла, на которой хотела показать пример лёжа. Если вот такая рассада, вот сейчас, как у меня, вот такая высокая, но она еще стоит, это не безнадежно вытянувшаяся. Это другой подтип. Вот такую рассаду в прошлом году я высаживала через кол. Потому что вот эту можно в лунку заглубить, а если рассада, например, вытянулась и даже уже легла у вас, ее никак вы такую глубокую лунку не сделаете. Потому что рыть вот эту яму, широкую и глубокую, очень сложно. Большая выемка грунта. Я показывала в прошлом году, тут я поступаю так. Я также убираю нижние листики, вот эти вот, которые будут мешать. Вот мне надо заглубить, например, наполовину. В лунку заглубить сложно. И проливаю лунку, вставляю кол на нужную глубину. Вот так вот делаю такое отверстие. Очень намоченный стаканчик. Тоньше делаю вот эту вот форму, саму куличик вот этот. И туда его впихиваю. Это тоже еще не лежа, это стоя. Но вот эта длина, это последняя, которая пригодна для стоя, для высадки стоя. Если эта рассада еще немножко порастет, недели две, она, конечно, завалится. И тогда будет вот та называемая безнадежно вытянувшаяся рассада, которую везут лежа, привозят прям некоторые в садовые участки. Я думаю, что в этом году будет много таких ситуаций, потому что люди сейчас не могут попасть в свои сады, огороды. Везде дороги закрыты. И много будет у людей рассады, безнадежно вытянувшейся, которую придется высаживать лежа. Это тоже способ очень распространенный у нас, особенно в холодных регионах, где мы подолгу ждем, когда потеплеет земля. Ничего страшного. Такие длинные, роют люди канавки. Есть специально, я и показывала, видео снимала, и есть много видео обучающих, как высадить лежа. Высаживают лежа, оставляют вот эту макушечку. Остальное все присыпают. Он потом поднимается, начнет расти. Тут тоже по всей длине наращивается корневая система. И некоторые специально используют этот способ высадки для того, чтобы увеличить корневую систему, чтобы растение было посильнее, покрепче. Но есть у нас рассада. Добрались до самого интересного случая, которую ни стоя, ни через кол, ни лежа мы высадить не сможем. Обычно такая рассада получается в каких случаях? Вот у меня я посеяла для получения раннего урожая, для высадки в теплицу. Высадила я еще в конце марта. Но так как я сею всегда с запасом, я взяла себе определенное количество, высадила. Остальные остались в лотке. Я их даже распикировывать не стала, потому что я знаю, что мне их посадить некуда, для них места в теплице нет. До открытого грунта они не дотянут, потому что до открытого грунта ждать еще полтора месяца. Они уже все с цветочными кистями, все здоровые. Я, конечно, такую рассаду применять не буду. Вот зачем она стоит, я не знаю, просто рука не поднимается выбросить. Я показывала, что делают с такой рассадой. Вот такую рассаду можно использовать для выращивания, только резать. Вот смотрите, какая она была длинная, она бы сейчас уже была вот такая. Вот. Просто из одного сеянца, вот из одной рассады. Делят на две части верхушку. Нужно поставить в воду, укоренить, удалив нижние два листа, чтобы листья в воде не болтались. Вот такая. А нижнюю часть посадить в отдельный стаканчик и выращивать через пасынок. Все очень просто. У кого рассада померзла или у кого рассады мало не взошло, можно с 10 сделать 20, с 30 сделать 60. И на крайний случай, если у вас уж нет никакой рассады, вот этот вот радикальный способ через резание, резать рассаду, он тоже подходит. И тоже люди выращивают. Вот она уже, цветочная кисть. Даст корни через неделю. Можете через полмесяца уже высадить. Она зацветет и также будет дальше расти и плодоносить. Еще раз этот метод подтверждает то, что растение очень живучее томат. Оно и нижняя часть даст урожай, и верхняя часть даст урожай. Но какой размер урожая, тут я судить не берусь, потому что кто-то таким способом постоянно выращивает. То есть высевают мало рассады, потом специально половинят, укореняют, выращивают через пасынок. Хотите в один ствол, один пасынок оставите, в два ствола, два пасынка, остальное все убираете. Этот способ тоже очень интересный. Но я им пользуюсь редко. Потому что у меня много таких вот, ну полноценных, которые уже в стаканчиках распекированы. Большая часть уже высажена. Но вот это ответ на вопрос, как высаживать переросшую рассаду. Все зависит от того, насколько она у вас переросла и как она безнадежна. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. С вами была Ольга Чернова.